Здравствуйте! В эфире первого городского проекта «Место происшествия» в студии Михаил Вагин. Смотрите в этом выпуске. Пешеход погиб, водитель под следствием. На советском тракте произошло смертельное ДТП. Конфликт, как говорится, первый произошел в Москве на автостанции «Теплый стан». Поехал в Москву на заработки и пропал. Начался конфликт, то, что, как говорится, он стал неадекватно вестись. Его поведение было очень неадекватное. Жители Брянской области подозревают в убийстве Бахтовика и Слободского. Дмитрий Игоревич, вы будете проходить на сцене алкогольного пьянения у нас на автостере? Будете, да? Скажите? Скажите вслух? Да, буду, конечно. Выдвигал условия и спорил. Только совершенно летний волюбург, по-настоящему летний. В Макарье сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали пьяного водителя Киа Церрата. Один человек погиб в ДТП на Советском тракте. Там водитель Лады Гранта сбил пешехода. Все подробности в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 20 июня в 12 часов дня на 10-м километре дороги Киров-Советский Ранск. Это окраина Кирова. По предварительным данным ГИБДД, 34-летний водитель Лады Гранта сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В итоге 60-летний мужчина погиб. Сейчас по факту смертельного ДТП следователи проводят проверку. Решаются вопросы об возбуждении уголовного дела. За два дня в Кировской области сбили двух лосей. При этом пострадали люди. С начала 19 июня в Берхошижемском районе водитель Лады Ларгу сбил животное. После чего машина съехала в кювет. От удара травмы и различной степени тяжести получили две пассажирки. 36-летняя женщина и 11-летняя девочка. Еще одного лося сбили ночью 21 июня в Свечинском районе. По предварительным данным, 65-летний водитель Лады Приора наехал на Сахатова. От сильного удара пострадали сам водитель и его 46-летняя пассажирка. По данным полиции, их не госпитализировали. За сбитого лося водители могут заплатить штраф. В Слободском районе на 7-м километре дороги Киров-Боровица-Баташи устроил ДТП водитель Форда Фокус. По предварительным данным, неустановленный водитель вылетел в кювет и опрокинулся. От удара травмы получила 25-летняя пассажирка иномарки. На хлебозаводском проезде столкнулись автомобиль и мотоцикл. По предварительным данным, 41-летняя женщина-водитель Лады Калина выехала с прилегающей территории на дорогу и не пропустила Ямаху. 31-летний водитель байка и его 28-летний пассажир получили травмы. По информации госавтоинспекции, госпитализация им не потребовалась. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве вахтовика из Лободского района. 59-летний Олег Лискович в мае прошлого года уехал на заработки в Москву и не вернулся домой. Мужчину объявили в розыск. Как выяснилось, в столице он встретил ранее знакомого Николая Коваленко. Вместе они поехали в Брянскую область. Однако по пути между мужчинами произошел конфликт. Конфликт произошел, как говорится, первый произошел в Москве на автостанции Тёплый Стамп. Начался конфликт, то, что, как говорится, он стал неадекватно вестись. Его поведение было очень неадекватно. Подозреваемый Николай Коноваленко рассказывает следователям детали событий годичной давности. 31 мая 2019 года он встретил в Москве знакомого из Слободского района. 59-летнего Олега Лисковича. Наш земляк приехал в столицу на поезде на заработки. Мужчины решили вместе отправиться в Брянскую область. Но по пути поссорились. На дороге как остановились и на обочине нахуй. Вот он стал мне предъявлять, что ты типа меня там осекаешь туда-сюда. 52-летний Николай захотел разобраться с Олегом на кулаках. Однако силу не рассчитал. Во время поездки между ними произошел конфликт, в результате которого подозреваемый нанес несколько ударов по телу потерпевшему, отчего последний скончался. Куда вы на несколько ударов получились? Удары мы оба. Мы хватались и с ним, как говорится, и били, как говорится. Вы куда удары нанесли? Укажите. Глупую, как говорится, в голову. Мы наносили заодно. Ну, несколько там по отцу. Когда подозреваемый понял, что Олег больше не подает признаков жизни, решил избавиться от тела. Он вывез его в Брянскую область и закопал в лесу. Родственники пропавшего Лисковича стали волноваться, что он не выходит на связь, и мужчину объявили в розыск. Но спустя год после тех событий, Коноваленко показал, где спрятал тело убитого. С правой стороны. Оказалось, что подозреваемый Николай уже был судим. Он также рассказал следователям, что с потерпевшим они были знакомы, ранее работали вместе. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, выясняют обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Мужчине избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти погибшего. Сейчас следователи продолжают расследование уголовного дела. Коноваленко арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Алина Котрихова, место происшествия. Сейчас сделаем небольшую паузу и вот, что будет дальше. Искусала пятилетнего мальчика. В поселке Демьяново Подосиновского района бродячая собака напала на ребенка. Вспыхнуло на ходу. Машина сгорела. Взрывается, да? На улице Карла Макса сгорела иномарка «Ауди». Дмитрий Игоревич, вы будете проходить расследование о состоянии угольного опьянения у нас на угостере? Будете, да? Скажите, скажите вслух. Да, буду, конечно. Выдвигал условия и спорил. Только совершенно редко могут быть. В Макарье сотрудники ДПС и активисты ночного патруля задержали пьяного водителя «Киа Церрата». В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. В поселке Демьяново Подосиновского района бродячая собака покусала пятилетнего мальчика. Ребенку наложили на голове 10 швов. Все подробности в рубрике «Сводка». 17 июня в поселке Демьяново Подосиновского района бродячая собака напала на ребенка. Животное покусало пятилетнего мальчика во дворе дома. Ребенок получил травмы головы и тела. Ему оказали медицинскую помощь. По словам отца, мальчику наложили на голове 10 швов. Полиция ищет владельца собаки. Прокуратура Кировской области начала проверку. В ходе проверки прокуратурой Подосиновского района Кировской области будет дана юридическая оценка действиям органов местного самоправления при исполнении законодательства, которое регламентирует организацию работы по отлову бездомных животных на территории муниципального района. После случившегося местные жители выложили в соцсети фото, на которых видны стаи бродячих собак, гуляющие по поселку круглый год. В Подосиновском районе уже давно существует проблема бродячих собак. В этом году там был запланирован отлов 60 животных, не имеющих владельцев. Объявленный администрацией в марте аукцион на поиск соответствующей организации признан несостоявшимся, так как на него не было подано ни одной заявки. Сейчас контракт не заключен. В субботу, 20 июня, на улице Карла Маркса во время движения загорелась иномарка. Владелицы пассажир Ауди пытались потушить пламя, но спустя несколько минут огнем был охвачен уже весь автомобиль. На помощь пострадавшим выехало несколько пожарных расчетов. Сотрудники МЧС остановили возгорание. На соседние машины огонь не перекинулся. Автомобилю причинен значительный ущерб. Причины пожара устанавливаются. В городе Сосновке Вятскополянского района в выходные сгорел жилой дом. Пламя уничтожило деревянное здание, хозпостройки и баню. Огонь вспыхнул ночью, причины пожара устанавливаются. По словам местных жителей, в доме проживала семья цыган с детьми. Волонтеры и полиция разыскивают 60-летнего жителя Налинского района Леонида Шутова. 17 июня мужчину видели в последний раз. Если вы знаете, где может находиться Леонид Шутов, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, место происшествия. Хитрого водителя задержали сотрудники ДПС при помощи активистов ночного патруля в поселке Макарии. Мужчина хотел потянуть время и сначала отказывался дуть волкотестер на камеру, а потом ему не понравились понятые. Впрочем, мужчина был настолько пьян, что не было и смысла тянуть время. На улице Ленина активисты ночного патруля заметили водителя Киа Церата. Он ехал весьма неуверенно, плохо держал полосу, а на дамбе едва не вылетел с дороги. Но в последний момент успел отвернуть. В поселке Макария лихач сильно ускорился, его едва не потеряли из виду. Однако возле кладбища вовремя подъехал наряд ДПС. В Слободской район водитель не уехал, его задержали. Судя по внешнему виду, он явно был пьян. Судя по этим фотографиям, перед пьяной поездкой Дмитрий предался воспоминаниям о прошлом. Валкоголя в машине не было, он был уже внутри водителя. Для инспекторов не составило труда это определить. Ему предложили дунуть в алкотестер. Дмитрий Игоревич, вы будете проходить? Освенствование в состоянии алкогольного пьянения у нас в алкотестере. Будете, да? Скажите? Скажите слух. Да, буду, конечно. Однако перед тестом задержанный выдвинул свои условия. Сказал, что будет дуть только без камеры. Впрочем, опытные инспекторы знают, что это одна из уловок пьяного водителя. Так он хочет подтянуть время. Обычно полицейские обращают на эту хитрость внимания понятых и при повторном безмолвии или нереагировании водителя оформляют ему отказ от экспертизы. Но затем последовал новый каприз Дмитрия. Ему не понравились понятые. Только совершенно лет не могут быть понятые. Я ему предъявляю. Паспорт. Я тоже должен посмотреть. Что делать? Я должен посмотреть паспорт. Дмитрий, я не знаю. Дмитрий, я не знаю. Ребят, нет. Я должен посмотреть. Выдыхать будете или отказываетесь? Нет, я не отказываюсь. Паспорт. Паспорт. Попрошу. Попрошу тебя. Откуда взялись? Через пару минут Дмитрий забыл о своих требованиях и условиях. И все-таки прошел экспертизу. Итогу он удивился. Все, 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 все. Идет анализ. Дмитрий, 317. На водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. После прохождения всех процедур Киа увезли на эвакуаторе, ну а последнее желание Дмитрия закрыть машину и выключить аварийку. В этом ему не отказали. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Константин Кузнецов. Место происшествия. Ненадолго прервемся. Смотрите далее. Сокрушительный удар. На улице Ленина камера зафиксировала, как грузовик Мерседес въехал в Ренш Робер. Отпрыгнул в последний момент. На улице Луганской пешехода спасла его прыгучесть. В эфире проект «Место происшествия» и мы продолжаем. На улице Ленина камера зафиксировала, как грузовик Мерседес въехал в Ренш Робер. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Видимо, не хватило дороги водителю грузовика на улице Ленина. Он не заметил припаркованный черный Ренш Робер. Удар был сокрушительный. Грузовик снес ручку в водительской двери. Зеркало поцарапал и погнул дверь и крыло. На улице Луганской пешехода спасла его прыгучесть. Он в последний момент отпрыгнул от нарушителя на колени, который ехал на красный сигнал. Перепутал сигналы светофора пешеход на перекрестке улиц Попова и Калинина. Мужчина уверенно шел на зеленый для водителей. Куда прешь-то, красный горит, дебил! На улице Ленина владелец регистратора едва не наехал на мотоциклиста, который перестроился налево. На улице Преображенской беспредельщик на «Ладе Вести» со встречной полосы уехал направо на красный сигнал. На трассе под колеса машины с камерой чуть не попала белка. Она резко выскочила на дорогу и побежала в лес. В Кирове водитель Ауди использовал автоматическую крышку багажника, чтобы поднять автолюбителям настроение. Мужчина предлагал водителям просто улыбнуться. Михаил Вагин. Место происшествия. С вами был Михаил Вагин. Будьте внимательны и осторожны. Увидимся на Первом городском.